Эти автомобили приехали в Армашовку загрузить зерно, но на склад попасть не могут. Местные жители перегородили въезд на предприятие. Они уже около двух десятков лет требуют распоевать земли бывшего совхоза. Но решений проблемы от власти нет. Сейчас земля принадлежит местной колонии. Угодия, находящиеся на территории Армашовки, обрабатывает частная фирма по договору найма. Местные жители находятся на грани выживания. Ну, вы видите, что ситуация не меняется годами, как был бардак, так и есть. Приезжают чужие люди, обрабатывают землю, забирают все. И так люди, как были в нищете, так и до сих пор в нищете находятся. По договору найма вы работаете с государственным предприятием? Сею и глуборыхлителем, и дискорром, и культивирую. А где же держать нашу территорию? У них спросите, увидите, где же так. Если он не действует, вы обращаетесь вместе в суд, правильно? И если суд признает, что акт единственный, тогда другой вопрос. Хозяин агрофирмы, работающей на госземле, отправил местных в суд. Но ждать больше они не могут. Армашовцы уверяют, что агрофирма вместе с руководителями колонии банкротят прибыльное предприятие. В частности, продали весь скот с фермерских хозяйств. Директор госпредприятия объясняет, что предыдущее руководство не заготовило корм для животных. В то же время обработчики земли показывают результат. Урожай на вкладе, который вывозится на продажу. Состоянием дел на предприятии заинтересовалась генеральная прокуратура, которая на прошлой неделе проводила проверку. Представители прокуратуры проверяют Шираевский выправный центр. А производство, так как я являюсь заместителем начальника Шираевского управного центра по производству, естественно, который трудоустраивает осужденных, то я отчитался по зарплатному фонду по осужденным, по наличию техники, которые обслуживают осужденные, по наличию зданий и сооружений, которые обслуживают, ремонтируют. А именно осужденные лица. Согласитесь, это все-таки уровень областной прокуратуры, подобные проверки. Вот как вы думаете, почему генеральная прокуратура заинтересовалась этими вопросами? Я не думаю. Я не могу давать оценку действиям генеральной прокуратуры, либо областной прокуратуры. Местные жители утверждают, что генпрокуратура поставила под сомнение законность госакта, который выдан колонии на земли в Армашовке. Однако письменных подтверждений этому пока что нет. Конфликт вмешался новоназначенный глава Ширяевской райадміністрации. Мы сформулировали с активистами главные требования, чтобы оно не было. У нас четыре пункта. Это распаяние земли на пользу бывших работников Радгоспу Джонекидзе. Это восстановление работы очистной споруды. В целом, население предъявляет закрити ШВЦ-111. И осозначитать, кто и на каких основах Горбачев Геннадий Анатольевич, на какой основе, находится на территории ШВЦ-111. Далее будем писать звонки, смотреть, что в наших возможностях. 26 сентября в район приезжает заместитель губернатора Игорь Ткачук и проведет встречу с активистами села. По итогам встречи армашовцы примут решение, что делать дальше. Но отступать от своих требований люди не намерены. Константин Гречаны, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». Константин Гречаны, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».